итак друзья всем привет сегодня мы с вами будем в очередной раз рассматривать интересные плагины опять три штуки вот в этот раз они не будут относиться к определенной тематике они будут солянка будет короче вот я вам просто покажу три хороших плагин которые можно использовать и нужно использовать и первый который мы рассмотрим начнем вот с вот этого вот кусочка лендинга который я делал нас интересует карта мы можем разными путями создать эту карту да мы можем спокойно зайти на google карты яндекс карты да там можем сделать скриншот потом просто вырезать ставить и все да но у нас же есть фигма и у нас есть чудесные плагины по картам я знаю два плагина первый из них плохой вот но вопрос но он как-то вообще нестабильно работает то есть иногда заходишь он ничего не открывая сейчас мы это посмотрим а второй идеально работает вот я его всегда использую для начала мы создаем прямоугольник то есть сразу на проекте скажем так на по нашему экрану щелкаем треугольник вот и давайте я вот у меня были направляющие я по направляющему выставлю то есть мы растянем не на всю ширину фрейма а мы сделаем вот такой вот таком контейнере и правая кнопка плагины и ищем вот такой вот называется вот так мапсайкл здесь нажимаем выбираем открываем все у нас он прогружается открылся всегда он начинается на франциске не знаю почему но в принципе прикольно берем отдаляемся куда угодно дам и допустим давайте не знаю давайте возьмем 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 давайте возьмем сейчас хотел знать чуть-чуть вот давайте возьмем например голландию например не знаю вот какая-то вот такая улица это вообще аэропорт ну давайте возьмем вот допустим 10 как-то более так населенная возьмем вот этот кусочек карты что мы с ним можем сделать во первых мы можем делать но он сразу подставляет как бы размер нашего контейнера тот который мы выбрали это прямоугольник которого с вами создавали вот но мы можем задать собственно размером это не нужно делать здесь мы можем поменять вид карты то есть как бы тип допустим она будет так выглядит потом допустим вот так вот под светлую тему под темную тему и но это уже как снимки идут со спутника не знаю я как бы не использую вообще считаю что в таком формате вставлять наверно как-то не очень то есть я отталкиваюсь от стилистики сайта допустим мы предположим нам будут то есть вообще возьмем классическую такую вот такую вот возьмем отталкиваетесь чисто от стиля то есть принципе здесь можно как-то будет поиграть опять же это все будет макетная штука потому что в настоящем проекте это все делается через java script там вставляется карта там это все немножко по-другому выглядит в принципе я думаю что там тоже как-то это можно все как бы персонально подогнать сделать сюда по цветам еще почему-то вот но не углубляюсь в этом мы сейчас делаем чисто так для проект чтобы допустим показать да как это может выглядеть где это станет плюс-минус накидать создали да то есть вот все выбрали тот примерно вот в этом окошке мы понимаем что вот этот кусок карта нам нужен нажимаем create создается вот он загрузился и теперь смотрите мы его можем еще редактировать при этом все помимо того что мы можем здесь вот обратно выбираем этот прямоугольник у нас остается как бы здесь открытый плагин мы можем выбрать можем например приблизить вот решили могут в этом куске остановиться нажимаем update и вот он у нас обновил то есть сейчас у нас приблизил либо какой есть вариант заходим в заливку видим что у нас получается во внутрь нашего прямоугольника загружена карта как картинка так стопать я нажал выбора мы нажмем не выбор а вместо фил поменяем на кроп и теперь если мы вот так вот сейчас если вот так чуть-чуть ее сдвинем и возьмем уголок с шифтом зажатым в принципе мы все это дело можем так приблизить и отредактировать ну то есть поставить куда нам положим давайте мы приблизили поставили все что мы еще с этим можем сделать мы можем добавить обводку допустим да давайте нам нужно поставим так вот сейчас выключим вот видим да добавили обводку то есть работаем по принципу как с обычной фигурой да допустим можем углы поменять да сделал скругление такой формат например нам нужен то же самое можем в эффектах там накинуть допустим ту же самую тень да там вот мои пидыли вот видим она стала как бы выделяться принцип работает такой что если вам нужно показать какой-то кусок карты быстренько загрузить его подогнать то есть это что то наглядное будет да то вот пожалуйста быстро взяли загрузили потом например щелкаем кнопку о да чтобы создать кружочек вот такой кружочек например создаем ставим вот сюда но по аналогии как я сделал в оригинальном скажем так проекте и все то есть грубо говоря вот тем самым обозначаю что вот на вот эту улицу здесь новый дом допустим его дневной в этом доме там находится в офис на салон еще что-то да в моем случае это было грубо говоря . как автосалон вот все это был первый плагин присмотрите второй второй мы сейчас попробуем давайте просто в пустоту щелкнем вот второй который глюченый называется mapmaker вот вот сейчас вот он кстати вот это но чаще всего он даже не открывает именно вот эту вот стартовую карту как будет и так у сократа здесь ничего не двигается ничего нельзя делать здесь можно ввести адрес на приводе адреса москва ведем челкаем это все вот он он уже глючит да я еще попробовал вот если вести лук ну типа лос-анджелес слот он открывает какой-то кусочек лос-анджелеса да здесь чайна-таун короче вот он открыл вот такой вот кусок тоже google maps да то есть google карт не знаю какой-то бесполезный максимальный плагин то есть у нас есть вот этот кусок дома вот этот кусок можно взять да мы можем здесь нажать make мы его создали теперь мы можем допустим тоже создается как видим картинка мы можем загрузить вот сюда то есть можем вот так вот наверное нужно будет либо новость создавать либо это дублировать и из него допустим делать то есть мы можем также поставить там растянуть эту карту там вот так вот да и вот здесь то же самое переносим . не суть в общем бесполезно но тем не менее за него иногда говорят как бы имеет место быть скажем так вот поэтому map cycle пользуйтесь вообще самый лучший плагин для создания карты так дальше дальше на самом деле интересный тоже момент давайте его посмотрим плагин называется библия как библия так столько нам не улетелся как библия только только там больше буквы либо библия с тремя башками спускаем для чего нужен плагин таки . плагин нужен для того чтобы посмотреть примеры блоков то есть это можно использовать за место референсов допустим создаете что-то не получается какой-то блок открыли библия и здесь в принципе по разным тематикам расположены как бы блоки да допустим вот события вот смотрим вот такие вот предлагают но предлагают вот такие вот варианты то есть как можно разместить информацию то есть какую композицию здесь где будет карточка если сам здесь все какого получается карточного такого типа но тем не менее да в принципе удобно наглядно можно посмотреть вот допустим понравился нам вот этот вариант нажимаем на него и видим вот он нам загрузил воды то есть он его загружает он загружает его как картинку вот он то есть создается виде обычной картинки и по сути мы можем как референс использовать то есть можем посмотреть примерно прикинуть что вот в таком расположении сделать вот в таком стиле ивента может не скажу что это сильно полезно потому что здесь на самом деле примера но только если вот hero блоки здесь на самом деле интересно то есть вот такой вот какой-то вариант так как его как интересно ну «вот это» наверное будет интересным остальные но более-менее примитивное но тем не менее если вдруг какой-то ступор словили не знаете как это сделать ну пожалуйста в принципе зашли да вот щелкнуть допустим нам вот это вот симпатизирует да ну и вот у нас добавился все мы его сейчас можем использовать как reference то есть мы можем плюс-минус посмотреть так допустим справа да мы ставим вот эту вот иллюстрацию слева у нас такой текст кнопка такой классический сценарий на самом деле но но вдруг я не знаю жесткая жизненная ситуация не знаете что делал дальше вот пожалуйста открыли посмотрели ну и может быть что-то для себя где-то нашли здесь также есть и эти самые и хендеры и футеры до контента вот получается какие-то блоки текстовые с фотками то есть это кстати да интересный с интересными управляющими вот пробуйте посмотрите может быть что-то найдете его вообще ни разу не использовал брать не буду одно видел что некоторые советуют посмотреть чтобы это так это вкратце это был быстренький вот и давайте теперь самый последний разберем я считаю что он плюс-минус основной называется html2design короче сто пятьсот видосов на эту тему на ю тубе не знаю в инстаграме во всяких этих титоках и во прочей вот этой всей теме то есть я снимаю про вот этот крутой плагин то что вот можно зайти значит да вот вот сразу стоит у нас и плоская ссылка и мы можем свой проект импортировать вот этот целиком то есть вот эту страничку сейчас вы давайте пойдем от классики как показывают на всех видосах вот мы сейчас импортируем я полоски сайта вот мы сейчас скинули создается вот такой вот получается фрейм здесь он разложен на компоненты да здесь получается и текст разложен и правда он вот пишет сразу до что у нас не найдено потеряно получается шрифты и он вместо этих шрифтов по-моему интер засовывает сейчас мы проверим давайте щелку на любой шлифт они в общем какие-то он теряет шрифты какие-то вот есть фигме он как бы их находят суть даже не в этом вот все мы загрузили ну и что мы имеем да мы имеем картинки мы имеем шрифты вопрос для чего вот я сидел и думал для чего это нужно вот ну хорошо но загрузили мы да там у нас ведра немного съехал ну как вот хорошо у нас вот это есть но для чего это нужно непонятно типа вот я посидел сначала пощелкал думаю ну наверное просто ерунда какая-то многие говорят о том что новые вот можете посмотреть там размеры блоков то есть как здесь у разложена да там что-то не знаю что еще здесь можно посмотреть ну да можно какой то остановка плюс-минус реально посмотреть можно посмотреть размеры шрифтов какие использовались да там всё не более вот то есть это как бы можно посмотреть можно использовать его в этих целях на самом деле как бы идея то в принципе неплохая то есть реально вы можете взять какой-то сайт который вам нравится и допустим вы можете здесь его разложить чтобы посмотреть как и что было построено то есть посмотреть его архитектуру да как как все было шаг за шагом какие отступы где да какие размеры шрифтов ну то есть единственная конечно проблема в том что мне кажется что он не совсем точно то есть вот опять же мы там смотрим там постоянно какие-то могут эти 10 до кусочки появляться еще что-то где-то ну короче бывает всплывает что такое что типа смущает мы поймем что в оригинале скорее всего это не было либо это связано с тем что плагин может как-то ну некорректно все это дело скидывает вот поэтому и взяли apple скидываем и давайте теперь возьмем я вот здесь сделал пару ссылочек вот сейчас покажу первое это я взял color wheel это с прошлого урока там где был подбор цвета для палеток вот если смотрели то знаете давайте мы очень ставим получается импортируем посмотрим что у нас сейчас у нас загружается так вот и сразу видим что у нас здесь получается тоже потерялись шрифты сколько у нас тут четыре четыре штуки получается потеряны вот но тоже ничего страшного можно и как бы обойтись без них вот что у нас создалось создалось у нас следующее во первых это всплывающее вот это окошко мы можем по нему щелкнуть найти здесь слоях мы можем его свернуть еще или мы можем эту фокусировку убрать ну и вот это мы наверное давайте вот сюда во внутрь контейнер перетянем к лицам то есть такой разброс получается немножко на ногах куда-то да не туда попадает но в целом опять же у нас создалась страничка да она вся получается вот разложена компоненты на элементы все получается векторная дам мы можем опять же посмотреть какое расстояние между контейнерами до объекта вот видите тут тоже какая-то пять десятых это я уже вручную двигал он здесь наверное вообще как-то неправильно покажет сыровато в том плане что ну мне кажется там размеры все равно как-то немножко другие были то есть но ну опять вот вы видите да сейчас допустим этот блок я его двигал то есть уже какой-то нисхождение идет то есть что-то не так но что прикольного я из него извлек это вот это щелкаем вот сюда видим иконку видим что она векторная и получается что в каждом любом сайте вы можете найти те иконки которые вам нравятся допустим я конечно не знаю насколько это вообще можно делать вот но в принципе можно я думаю для обычного какого-то проекта наверное можно спокойно зайти вот так вот взять вот иконку она будет целиком векторная да и сохранить ее себе допустим используя в каком-то проекте либо для какого-то стиля либо еще более наглядно я вам сейчас покажу то есть давайте все удалим более наглядно будет вот это вот вторая ссылка тоже случайно нашел этот сайт случайно нашел этот сайт вот он по сути не скажу что какой-то крутой вот но там типа получилось так что много много интересных векторных значков появляется вот ну как интересных нормальных то есть принципе их можно использовать будет там такие есть не какие-то там индивидуальные то есть чисто вот рисованные под сайт значки а есть какие-то такие общие которые чтобы долго опять же не искать то есть все это можно в комьюнити большую часть можно найти векторную да там значок фотошопа например да там значок там не знаю клауды там еще чего-то можно вот таким способом если знаете сайт где допустим все это дело есть вот как я вот случайно принципе наткнулся на эту вот эти вот значки поэтому сейчас у нас тут тоже опять как ты все это дело разбивает я хочу взять вот эту группу значков это сложновато вот фрейм со значками эти вот все вынес смотрим все это дело получается вектор и в чем вся прелесть том что в принципе можно отсюда это тоже все взять на узнать о чем-то интересно вместе с тем то сейчас мы вот так возьмем тут выберем вот тут слоя под вместе с кружком вот этим давайте перенесем все он векторный приблизили видим что это все вектор на самом деле это единственная польза которую я смог из этого всего извлечь я не знаю что там про подписки то есть может быть там что-то они добавляют как-то более четко переносится либо перенос переносится вместе там с кодом да не знаю но вот в таких моментах принципе можно использовать но я считаю что это относительно интересная идея для использования этого плагина почему его так все рекламируют я особо не понял а на этом сегодня все так что в следующий раз разберем еще что-то интересное подписывайтесь на телеграм-канал я туда стал заливать очень много интересного также туда шрифты закидываю и все вот эти вот плагины которые вы сегодня видели туда тоже закидываю так что все в следующем видео увидимся пока